уважаемые студенты третьего курса мы продолжаем изучение курса вспомогательные исторические дисциплины мы с вами изучили водную тему мы с вами изучили интереснейшую и очень полезную нам историком тему историческая хронология совсем недавно мы с вами завершили изучение другой тоже не менее интересные полезные темы историческая метрология и сегодня мы переходим к новой теме на мой взгляд не менее интересной похоже что не интересных тем в нашем курсе просто нет тема называется так генеалогия и системы социального этикета на лекционную часть этой дисциплины отводится три часа сегодня у нас первый час из трех это лекция под номером девять который звучит так предмет и задачи а также функции генеалогии по плану мы сегодня должны с вами рассмотреть два вопроса первый вопрос это предмет и задачи генеалогии и второй функции генеалогии как вспомогательной исторической дисциплины соответственно цель нашей лекции рассмотреть новый для нас предмет новую вспомогательную историческую дисциплину в плане ее предмета задач свойств функций в общем это больше теоретическая лекция вот но мы постараемся немножко и практическую часть сюда тоже приложить итак начнем с предмета и задачи генеалогии вспомогательная историческая дисциплина генеалогия занимается изучением взаимосвязи человеческих родов происхождение отдельных лиц установлением родства составлением генеалогических древ и росписи объектом исследования является общество людей рода семьи исторические источники которые свидетельствуют о родовых связях современная наука выделяет еще один объект изучения это днк человека этим занимается подраздел генеалогии называемая генетическая генеалогия вообще в казахстане генеалогии это одна из самых актуальных наук потому что здесь очень очень фундаментально относятся к вопросам своего происхождения то есть вы знаете что казахи должны знать семь колен до семь ступеней так сказать от себя до своего далекого предка в седьмом поколении есть специальная наука дисциплина казахское шижире которая изучается в высшеучебных заведениях и я думаю что это очень родственные вещи о которых мы сейчас с вами будем говорить и безусловно существует генеалогия как теоретическая дисциплина есть генеалогия как практическая дисциплина и вот на практических занятиях по этому курсу вам предстоит составить подготовить и озвучить перед одногруппниками свое генеалогическое древо и конечно же трудно от вас требовать семь поколений но хотя бы четыре поколения так сказать своих предков ну мне кажется желательно знать и это задание вам будет дано на какое-то время в течение полутора двух недель вам нужно будет пообщаться с представителями старших поколений может быть поднять какие-то семейные так сказать предания архивы какие-то документы поспрашивать поузнавать то есть провести самую настоящую такую исследовательскую работу и составить генеалогическое древо а она может состоять как бы из точнее она может быть составлена как бы по двум принципам по восходящему принципу и по нисходящему принципу нисходящий принцип это от какого-то допустим выдающегося предка если у вас родни есть такой вот можно от него проследить до вас как бы да так сказать родословную но как правило ну в девяносто девяти процентов случаев все-таки а студенты составляют генеалогическое древо по восходящему принципу то есть простейшего я папа мама папа мама так сказать по бабушке и дедушке стоит другой стороны вот получается один человек два человека четыре человека потом прабабушки и прадедушки там уже восемь человек и в общем то и получается вот так дерево растет так среда от корня к ветвям так сказать там отдельным веточкам листочком так далее так далее вот хорошо бы вам установить да хотя бы на три-четыре поколения вверх кем были ваши предки сколько они прожили чем занимались в принципе дает мне кажется тоже достаточно интересно вот может быть этот курс я преподаю не первый год и очень интересный встречается генеалогические древо там в родне у некоторых наших студентов были и герои Советского Союза и передвиги производства и какие-то просто яркие интересные личности и в общем если что-то подобное у вас так сказать будет в роду то мы все вместе за вас только порадуемся да и вам самим проводить такое генеалогическое исследование мне кажется будет и полезно и интересно я пока еще не знал бы студента который бы как бы так спустя рукава отнесся к этому заданию и либо не выполнил его либо выполнил его так сказать очень поверхностно как правило начав этим заниматься люди углубляются и так сказать занимаются этим очень очень давно очень глубоко точнее я хотел сказать с большим интересом да и то же самое происходит сейчас во всех частях света и в европе и в америке существуют генеалогические общества члены которого с удовольствием занимаются собственной генеалогией причем практически на уровне профессиональных архивистов поднимают архивные документы забираются в глубь веков глубь истории так сказать вот я в америке проходил стажировку двухмесячную в фейфилд public library в публичной библиотеки города фейфилда и вот там было свое генеалогическое свой генеалогический генеалогический клуб был при на публичной библиотеке и там собирались люди которые жили в коннектикуте в новой англии вот и вот выстраивали свои родословия родовые древа вплоть до там 12 13 веков забирались в глубь веков в глубь европы там находили свои корни в швейцарии там допустим германии швеции а вот и я думаю что это им было очень и очень интересно а то есть эта наука и теоретическая так сказать и практическая прикладная вот и конечно же вот на семинарах так называю вам интересных находок интересных удач так сказать и так стать интересных фактов связан с вашим происхождением скажем так да вот что касается функции генеалогии второй вопрос нашей лекции то их несколько и начнем с исследовательской функции дело в том что полученные в ходе исследования данные используют такие общественные науки как этнография и аномастика аномастика напомню это наука об именах собственных онома по латински имя да то есть имена собственные и соответственно зачастую название гор рек городов так сказать сел каких-то природных достопримечательностей даются по по имени человека который так первым эту гору увидел первым основал так сказать поселение так сказать свой дом и так далее так далее то есть очень много на карте географической названий связанных с отдельными личностями с людьми да которые здесь были это увидели впервые открыли это для остального человечества и так далее так далее или просто были первопроходцами вот и соответственно безусловно этнография аномастика другие вспомогательные исторические другие исторические дисциплины они тесно связаны с генеалоги генеалоги дает необходимую информацию для краеведения литературоведения истории историческая темография ведь сколько но можно перечислить и все это будет совершенно справедливо следующая функция генеалогии это наследственная функция она заключается в получении достоверных фактов для подтверждения родства это функция основная можно сказать первородная вокруг которой собственно говоря развивалась росла генеалогия как наука следующая функция юридическая она вытекает из предыдущей так как полученные данные родословных применяются при определении наследственного права то есть это очень важно так сказать в современных условиях права наследства там права эти могут быть и материальные какие-то там духовные творческие так сказать и так далее так далее биографическая функция следующая тоже очень интересная дело в том что фамилия родословная дает сведения для составления биографии да вот ну я допустим как историк и биограф я занимаюсь биографией герберта гувера тридцать первый президент сша лугенри гувер его супруги я довольно много занимался их родословиями так сказать вот их их генеалогией так сказать вот на эту тему большую работу проделал брат герберта гувера теодор гувера допустим да и в самой в самих мемуарах герберта гувера тоже есть раздел посвящен его генеалогии вот от своего далекого там швейцарского предка да за сотни веков назад как бы в год веков да вот так что биографическая функция одна из интереснейших и важнейших и помогает при составлении биографии следующая функция медицинская дело в том что генеалогические исследования дают знания позволяющие диагностировать наследственные заболевания эта функция используется медициной для своевременного и правильного лечения пациентов дело в том что действительно существует наследственное заболевание существует наследственность она может быть хорошей здоровой она не очень хорошей к сожалению вот поэтому желательно конечно же знать да то есть эта медицинская функция она здесь в данном случае тоже скорее прикладная скорее такая практическая да и очень важно знать свою родословную и часто кстати в этом плане вот врачи на приеме спрашивают да а ваши предки болели вот такой-то болезнью там где такой-то болезнь у вас в роду были там допустим хронические больные там в таком-то плане в таком-то плане так сказать это все очень важно потому что вот эти генеалогические исследования в данном случае дают знания которые позволяют диагностировать и своевременно может быть и правильно лечить наследственные заболевания то есть это очень важно для современной медицины для нашего с вами здоровья литература по теме не очень обширно есть общие так сказать книжки вспомогательные исторические дисциплины Леонтьева шорина кобрина есть ведение специальности исторические дисциплины учебное пособие гусарова дмитриева и так далее есть учебное пособие римского вспомогательные исторические дисциплины а вот непосредственно генеалогии а я бы вам посоветовал статью аксёнова в журнале вопрос истории 1972 год номер 10 и статью известного советского российского историка Медушевской «Историческая наука и генеалогия». Очень интересная статья. Она тоже в журнале «Вопросы истории». 1972 год, номер второй. Ну и есть еще учебное пособие для студентов Абрамовой под названием «Вспомогательные исторические дисциплины». Просто это одно из новейших Москва, 2011 год. Издание. У нас остается не так много времени. И я могу из литературы вам предложить еще книжку. Вот такую. Из серии «Я познаю мир». Это серия для детей, для подростков любознательных. Она очень хорошая, интересная, полезная. Это из этой серии книжка «История». И здесь есть соответствующий раздел «Генеалогия». Вот видите, что такое генеалогия. Здесь пример этого генеалогического древа по, как бы, восходящему принципу. Вот. И вот эта таблица, генеалогичка древа, называется родословным или генеалогическим древом. Во всех странах знатные люди, например, дворяне издревле, вели свои родословные, которые формально в виде древа. А люди простые, конечно же, так не делали. В результате многие знают имена своих предков, не дальше деда или прадеда. Хорошо, если сохранить какие-нибудь документы, по которым можно восстановить и проследить свою родословную. Это бывает необходимо не просто ради любопытства, а, например, для решения возникающих юридических вопросов, права наследования имущества и так далее. Историкам в своей работе тоже приходится часто сталкиваться с необходимостью установления и изучения родственных связей, различных деятелей, знаменитых родов, правящих династий. Для этого существует генеалогия. Слово это греческое и на русский язык переводится как родословное. Генеалогия помогает исследователю-историку не только в изучении родственных связей и имущественных отношений, но и в решении вопросов происхождения и содержания исторических документов, кто их автор, к какому времени они относятся и так далее. Занятие генеалогией дело трудное, кропотливое, но интересное. И оно приводит к любопытным результатам. Каким, я вам расскажу на следующей лекции. А пока у нас есть время только для вопросов для закрепления. Итак, первый. Каковы предметы и задачи генеалогии? Второй. Чем занимается генетическая генеалогия? Третий. С какими другими вспомогательными историческими дисциплинами тесно связана генеалогия? Четвертый. Что вы понимаете под биографической функцией генеалогии? И последний. Пятый. Каким образом генеалогические данные используются современной медициной? Благодарю за внимание.